Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У меня была мечта пойти в армию. Хоть я и понимаю, что это не для девушек, я очень хочу пойти в армию. В преддверии праздника Дня защитника Отечества в Хадетской школе прошел урок мужества. Это праздник не только мужской, я считаю, это праздник и женщин. Люберецких защитников Отечества поздравили с 23 февраля. Я считаю, что нужно обязательно делать прививку. Те, кто не хотят, они себя не берегут и других тоже. На базе клуба «Активное долголетие» открыли еще один пункт вакцинации. Я могу отнести данный турнир к одним из лучших, к примеру, по качеству проведения. В городском округе прошел всероссийский турнир по боксу. А теперь подробнее об этих и других новостях. На этой неделе столичный регион накрыл мощный снегопад. В последний раз такая погода в Подмосковье была 50 лет назад. В то время, как синоптики фиксируют новые рекорды, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Жители Люберец тоже не остались в стороне и вышли на уборку дворов. Для того, чтобы освободить Люберца из снежного плена, понадобились дополнительные силы и средства. Кроме управляющих компаний, к борьбе с обильными осадками подключились ресурсники и строительные организации. Любая помощь в такой ситуации не лишняя. На придомовых территориях с последствиями стихии справляются не только дворники, но и сами жители. Собрались, созвонились. Вот мы с одного подъезда вышли и принимаем участие, как говорится. Надо почистить. Спецтехника не может подъехать, мало ли что. Там скорая не может подъехать, пожарная, не дай бог, конечно. Вот такие вот моменты. Понимаете, вот за это больше всего переживаешь. А так-то ничего. Я же говорю, мы на севере жили, так что со снегом мы на ты. Нагрузка на коммунальщиков колоссальная. В приоритете расчистка дорог и мест общего пользования. А также подходов к остановкам и социально значимым объектам. И понятно, что с такой стихией нельзя справиться за сутки или за ночь. Есть сложности, но я думаю, что в течение нескольких дней мы в целом наведем порядок. А жителям я благодарен и просил бы, кто может хотя бы выйти, очистить свой автомобиль, вокруг автомобиля. Продолжительный снегопад – весомая причина, чтобы отказаться от поездок на личном транспорте. В такую погоду стоит быть внимательнее и с парковкой. Остановка в неположенном месте может стать препятствием для уборочной техники. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке в Люберцах и поселках. В единую дежурную диспетчерскую службу 112 от жителей городского округа поступило 10269 обращений. Большая часть из них связана с работой и оказанием скорой медицинской помощи. В субботу на пульт дежурного позвонила женщина, которая заблудилась в лесу недалеко от села Красково. Из-за низких температур воздуха все коммунальные службы переведены в режим усиленной работы. На минувшей неделе из-за аварии на сетях электроснабжения в течение нескольких часов 28 многоквартирных домов были обесточены. Подрядчиками при строительстве автотрассы Москва-Казань без предварительного согласования проведения землеродных работ были повреждены два кабеля. Мы созвонились непосредственно с представителями Ростелекома в течение нормативного времени в двух с половиной часов. Данные дома были переключены на дополнительные кабеля. Этот вопрос взят на контроль главой городского округа. Также в Министерство энергетики Московской области и в Люберецкую прокуратуру направлены письма для проведения расследования этой аварии. Коммунальные и дорожные службы продолжают работу по ликвидации последствий снегопада. На минувшей неделе с городских дорог вывезено больше 8 тысяч кубометров снега. Дороги, проезды, их надо довести до ума, и там, где сужание, понятно, снег надо вывозить. Там, где есть возможность делать горки, в городских территориях, между домами делать, потому что, понятно, что вывезти весь снег – это крайне сложно, да и невозможно, но создать горку во дворе – это тоже большое счастье. Поэтому тоже этими вопросами заниматься. Полностью коммунальные службы очистят дворы, улицы и межквартальные проезды до конца недели. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. У памятника «Скорбящий ангел» прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Представители общественных организаций, сотрудники администрации и молодежь округа почтили память люверетских воинов-интернационалистов. Подробности далее. Это тяжелая дата. Очень тяжелая, со средами нагрузок. На протяжении многих лет в этот день Виктор Банов и его супруга приходят к памятнику «Скорбящий ангел». Война в Афганистане забрала у них единственного сына. Имя старшего лейтенанта Андрея Банова увековечено на Аллее славы и на фасаде девятой школы, где учился воин-интернационалист. Всего с той войны не вернулись 28 люверчан. Боль из сердца родителей и семей никогда не будет забыта и не уйдет. Поэтому мне хочется пожелать самое главное сегодня здоровья, добра, благополучия, чтобы никогда не повторялись такие тяжелые дни, которые пережили наши ребята. Праздничный день сегодня. 32 года назад закончилась война. Но праздник, как говорится, он со слезами и с памятью. Память про наших ребят, которые не пришли, которые служили с нами вместе. 15 февраля – это не только годовщина окончания Афганской войны. В этот день вспоминают участников и других военных конфликтов. Кому так и не суждено было вернуться на родину. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие защитники Отечества принимают поздравления в их честь. В Дворце культуры состоялся праздничный концерт. Для вновленников торжества выступили лучшие творческие коллективы округа. Наш корреспондент расскажет, как все прошло. Праздничное настроение ощущается сразу при входе во Дворец культуры. Его придаёт живая музыка и главные гости в зале. Их можно распознать по орденам. Это праздник не только мужской. Я считаю, это праздник и женщин. Во время войны очень много женщин было. Я знаю почему. Потому что у нас в дивизии чуть ли не половина женщин было, женского персонала. Концерт начался с торжественного выноса флага в Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. В зале прозвучал гимн страны. Разрешите мне по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого поздравить всех с наступающим праздником, днём защитника Отечества, пожелать здоровья, добра, благополучия, чтобы вы всегда были защищены своими родными и близкими. И нашим кадром военным, чтобы всегда-всегда оружие было в черве. Не забыли в этот вечер и о тех, кому пришлось защищать Отечество ценой жизни. Память погибших воинов почтили минутой молчания. Вспомнили об истории происхождения праздничной даты 23 февраля. Первое название было 23-го, когда день рабочих крестьянской Красной Армии и морского флота. И вот на протяжении уже 103-х лет старшее поколение 23 февраля отмечает как день советской армии и военно-морского флота. Но молодое поколение знает это как день защитника Отечества. Несмотря на то, что название праздника менялось уже несколько раз, его смысл остался тем же. Это день всех, кто защищал, защищает и готов защищать Отечество. С праздником, дорогие товарищи! Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В кадетской школе прошел урок мужества. Его посвятили предстоящему Дню защитника Отечества. На празднике присутствовали не только ученики, но и выпускники. Григорий Ворванин продолжит. Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть честным, трудолюбивым, упорно и настойчиво овладевать знаниями. Несколько лет назад вот так же перед всеми кадетами принимал присягу и Александр Макаров. Сейчас выпускник кадетской школы 2015 года, кадровый офицер. Окончил Воронежскую военно-воздушную академию. Служит люберчанин на Чикаловском аэродроме. Говорит, хоть и мечтал стать медиком, учеба в кадетской школе заложила другие основы. Учеба в кадетской школе, она не только знания мне дала по каким-то отдельным дисциплинам. Я могу полностью сказать, что она сформировала меня, наверное, в основном как личность. То есть, кем я сейчас являюсь, база, к которой я ушел в Воронеж, была сформирована здесь. Анна Немова делает первые шаги в статусе кадета. На уроке мужества ее и еще троих учащих со школы торжественно приняли в ряды курсантов и вручили удостоверение. У меня была мечта пойти в армию. Вот я и понимаю, что это не для девушек. Я очень хочу пойти в армию. У нас есть такой урок строевая, и мне очень нравится шагать. Еще у нас есть кадетский штаб. Там мы обычно на перемене разбираем, собираем автоматы. Дисциплина, мужество, ответственность – это часть основных принципов, прививаемых в кадетской школе. И каждый год число желающих учиться именно здесь увеличивается. Каждый, кто учится в кадетской школе, он уже изначально воспитан в лучших традициях офицеров, в лучших традициях защитников нашего Отечества. И мы очень рассчитываем на то, что из вас тоже вырастут настоящие защитники нашего Отечества. В том, что многие кадеты станут офицерами, сомневаться не приходится, ведь перед их глазами яркие примеры. Выпускники школы, сменившие форму курсанта на военный китель. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День защитника Отечества отмечают не только бывшие и нынешние военнослужащие, но и юноармейцы. В городском округе несколько тысяч ребят вступили в ряды общественного движения. Мой коллега узнал, чем будущие защитники Отечества занимаются в свободное от учебы время. Внимание! Огонь! Командный голос Вероника Скирда выработала. Говорит, иначе нельзя. Всё-таки она заместитель командира штаба отряда юноармейка детской школы. В ряды юноармейцев вступила без раздумий. Это опять же новое знакомство, новые поездки. Ты больше взаимодействуешь с людьми. Это интересно. Ты участвуешь во многих мероприятиях, соревнованиях. Это много новых эмоций. Арина Фёдорова на каждой перемене спешит в штаб. Здесь она выплёскивает свою энергию, разбирая и собирая автомат. Вспоминает, когда впервые в руки взяла оружие, сразу поняла. Это её страсть. Юноармеец – лидер по разборке и сборке автомата на время. Личный рекорд – 14 секунд. Хотя не исключает, что пальму первенства придётся уступить. Да, всё поджимают. Молодые парни, мальчики растут. Это очень здорово, что есть конкуренция, есть к чему стремиться всегда. Отряд юноармии кадетской школы «Люберец» лучший в округе. Занимают первые места по строевой подготовке на кадетском балу и других турнирах. После уроков ребята занимаются в секции рукопашного боя, танцевальном кружке или стреляют в дире. Кадет Ангелина Гриневицкая – экскурсовод школьного музея. Считает, что без прошлого нет будущего. Свою жизнь решила связать с армией, стать военным врачом. А опыт, полученный в юноармии, ей в этом поможет. Юноармия – это всё равно какая-то твоя небольшая семья. И это надо беречь. Это надо передавать из поколения в поколение. Руководитель «Люберецкого отделения юноармии» Алексей Черкасов для юноармейцев «Старший товарищ» всегда расскажет о тонкостях военной службы, устройстве автомата и даст совет, как поступить в той или иной ситуации. Офицер запаса уверен – в патриотическом воспитании молодёжи одних занятий в школе или кружках недостаточно. Я думаю, нельзя вот так вот взять и вот прямо именно ребёнку привить патриотизм. Это всё формируется постепенно, с рождения, в семье и как раз на основании именно общения между членами семьи, ну и отношения со старшим поколением. Уважать старших, помогать младшим, прийти на выручку, когда это требуется. Именно так поступают юноармейцы. Они, как мушкетёры, один за всех и все за одного. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Отработка профессиональных навыков – залог успеха в реальной ситуации. Люберецкие спасатели устроили очередной самоэкзамен. На этот раз они отрепетировали действия при ликвидации последствий ДТП. Боевую готовность участников учения оценила и наша съёмочная группа. На Новоризанском шоссе столкнулись два автомобиля. Из-за сильного удара и наезда на столб один из них перевернулся. Водитель заблокирован и не может самостоятельно покинуть салон. Тем временем вторая машина начинает гореть. В ней находятся две девушки. На место прибывают пожарные. Первой частью задания спасатели справились, прибыли вовремя и оперативно потушили огонь. Остаётся извлечь участников аварии из автомобилей. Кроме сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и Мособлпошспас, на месте работают и другие службы. У каждой службы есть своя задача. В первую очередь у сотрудников ГИБДД – это обеспечение безопасности дорожным движением. Сотрудникам скорой медицинской помощи, соответственно, это при передаче спасателями пострадавшего, его оказание первой медицинской помощи и доставка в лечебное учреждение. Михаил Зимцов спасал водителя перевернувшейся машины. Чтобы извлечь пострадавшего, пришлось срезать крышу автомобиля. Уже через семь минут мужчина в безопасности. Как вы сегодня видели, у нас были живые статисты. Это крайне редко применяется в аварийно-спасательных работах. Но когда все риски сведены к минимуму, и пожарный работает непосредственно с живым человеком, он начинает и более глубоко погружаться в эту игру, верить. И, соответственно, при уже реальном ДТП, при работе на ДТП, спасатель будет уже действовать по этим клише, по отработанным. Все пострадавшие спасены. 22 человека и 4 единицы техники успешно справились с экзаменом. Готовность прийти на помощь в очередной раз доказана. Нашим спасателям приходится практически ежедневно выезжать на дорожно-транспортные происшествия. Сегодняшнее учение я оцениваю на твердую хорошо с плюсом. Замечания есть новым нашим подразделениям, которые принимали здесь участие, отрабатывали свои действия. На этом учения спасателей не закончились. После практической части предстоит разбор полетов. Ведь в реальных ситуациях ошибок быть не должно. С начала года на территории городского округа произошло 49 пожаров. В них погибли 5 человек. В минувшее воскресенье в поселке Томилино сгорел частный жилой дом. В огне погибли 2 человека. Григорий Ворванин пообщался с погорельцами, которые чудом спаслись из огня. Удивительно, что я вообще проснулась. Удивительно, что я этот треск услышала. Треск сквозь сон Виктория Юрина услышала в 6 часов утра воскресенья. Говорит, сначала подумала, соседи запустили фейерверк. Почувствовав запах гари, это предположение отпало само собой. Я на весь дом закричала «пожар, горим!», потому что надо было быстро выскакивать. Дом деревянный, всё же как спичка, всё сухое. И всё, родители быстро подорвались. Потом у меня дедушка с нами жил, значит, вот муж и отец, 90 лет. Это же надо было, чтобы он оделся, чтобы он там вышел. Ну, в общем, надо было быстро как-то всех так эвакуировать. И побежала звонить по 0-1. С собой успели взять только документы и немного личных вещей. Разбудили соседи. В огне погибла пожилая пара. Она жила в той части дома, откуда, предположительно, и начался пожар. Виктория уверена, от гибели всех жителей дома спасла кирпичная стена. Она задержала распространение огня. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение частного дома. А именно кирпичной пристройки. Предполагаемые причины пожара – это неосторожное обращение с огнём при курении, состояние алкогольного опьянения. В результате пожара обгорел частный жилой дом по всей площади. Также была обрушена кровля. Постоянно в доме проживало шесть семей. Сейчас те, кому удалось спастись, снимают квартиры, либо разместились у родственников. Дом, в котором они жили, восстановлению не подлежит. Разговоры, чтобы тут строить дом, ну, у меня, во всяком случае, я не знаю, где будут строиться соседи, но у меня точно на этом месте нет. За январь и начало февраля текущего года на территории округа произошло 49 пожаров. В них погибли пять человек. Ещё шесть пострадали. Основными причинами пожаров послужили – это аварийный режим работы электропроводки, а также неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении в постели. В ближайшие дни на территории московского региона сохранится морозная погода, из-за чего может резко возрасти нагрузка на электросети. В МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В первую очередь, нельзя использовать неисправные нагревательные и электроприборы. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Нарушил правила дорожного движения, лишился работы. В Люберцах водитель маршрутного такси во время рейса выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Пассажиры микроавтобуса написали жалобу в социальные сети. Одним только штрафом дело не обошлось. В начале февраля водитель маршрутки номер 14 совершил грубое нарушение правил дорожного движения. Перевозя пассажиров, он выехал на встречную полосу и превысил скорость. К счастью, в результате резкого манёвра никто не пострадал. Но руководство транспортной компании приняло решение уволить сотрудника. Данный водитель находился на испытательном сроке. Испытательный срок он не прошёл. Скорее всего, это просто человеческий фактор сработал. Потому что все механики, начальник службы безопасности периодически проводит инструктаж. Все водители в курсе, что подобных ситуаций нельзя допускать. С начала этого года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 4 аварии с участием общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 16 человек. Виновниками происшествий, как правило, становятся водители автобусов и маршруток. Данные водители часто нарушают правила дорожного движения при проезде перекрёстков. Приезжают перекрёстки на град сигнал светофора. Также пользуются мобильными устройствами при перевозке пассажиров. Нарушение правил дорожного движения может лишить водителя общественного транспорта не только работы, но и свободы. Ведь ценой превышения скорости и опасных манёвров порой бывает чья-то жизнь. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители Люберец могут оплачивать проезд в общественном транспорте «Карта и Тройка». Пока такая возможность есть только у пассажиров городских маршрутов «Мострансавто». Услуга стала доступной с 1 февраля и уже пользуется популярностью. Подробности далее в сюжете. Жительница Люберец Любовь Фирсова работает в Москве. Ежедневно она пользуется двумя видами общественного транспорта – автобусом и метро. Раньше оплачивать проезд приходилось разными способами. Теперь и в столице, и в Московской области действует единая карта «Тройка». На этот раз женщина проверила работу карты в черте городского округа в маршруте номер 4. Я очень довольна осталась тем, что я могу теперь оплачивать проезд картой «Тройка». Это очень удобно – оплачивать проезд одной картой. Транспортное пространство Москвы и Подмосковья объединилось с начала февраля. Пока пользоваться «Тройкой» могут пассажиры автобусов «Мострансавто». В дальнейшем услуга станет доступной на всех без исключения маршрутах Подмосковья. На данный момент в Люберецком городском округе у нас 7 маршрутов, на которых можно пользоваться. Это маршруты номер 1, номер 2, номер 4, 5, 7, 11 и 78. Особенно пользуются жители на маршрутах номер 7 и номер 11. Это те маршруты, которые осуществляют подвоз к железнодорожной станции Люберса и к метрополитену станции метро «Котельники». Это не только удобный, но и экономный способ оплаты проезда. Стоимость поездки в черте городского округа по карте составляет 37 рублей. Уже пользуются. У нас висят стикеры, по которым можно узнать, что в этом автобусе можно проехать по карте «Тройки». Кроме «Тройки» при поездке на общественном транспорте не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты. И в столичном регионе, и в Москве продолжается масочный режим. Берегите себя и свои клиенты. Завершился конкурс «Педагог года». На этот раз за высокое звание боролись 40 участниц. Но фарфоровые пеликаны достались лишь двум представительницам профессии. В номинации «Воспитатель года» победила Надежда Сабурова. Наша съемочная группа познакомилась с ней поближе. Надежда Николаевна, она очень добрая и заботливая. Этих слов, пожалуй, достаточно, чтобы описать Надежду Сабурову. Заботиться о детях она начала, когда еще сама была подростком. Хотела работать учителем, но в институте планы поменялись. Я училась на учителя русского языка и литературы. Проходила практику на последнем курсе. Когда пришла в школу, я поняла, что мне некомфортно. Когда я попробовала работу в детском саду, я почувствовала, что это мое. Причувствие не обмануло. Уже 11 лет Надежда Сабурова работает воспитателем. Из них 4 года в детском саду «Белоснежка». Здесь педагог занимается самыми взрослыми воспитанниками, которые готовятся к выпуску. Креативный, интересный педагог, который постоянно ищет новые творческие возможности для себя. И, конечно, она пробирует их на наших детях. Детям интересно. Она придумывает всевозможные конкурсы, досуговые мероприятия, ведет дополнительное образование. Именно поэтому Надежде Сабуровой доверили представлять детский сад «Белоснежка» в конкурсе «Педагог года». В том, что она справится, сомнений не было ни у кого, кроме самой участницы. Уверенность в победе появилась только во время финального выступления. Надежда Сабурова уверена, добиться победы удалось благодаря сплоченной команде. Репетиции с коллегами проходили и в будни, и в выходные. Значительную роль сыграла и семья. Со мной готовились, по ночам сидели, готовили заготовки для занятий. У меня есть такие фотографии трогательные. Это просто они молодцы. И мне кажется, эта вера всех моих близких и родных помогла мне одержать победу. Городской этап конкурса позади. Теперь предстоит борьба за звание лучшего воспитателя Подмосковья. А это значит, что испытания будут сложнее, а судьи – строже. Хотя самую главную и значимую оценку Надежда Сабурова получила давно. От своих любимых воспитанников. Надежда Сабурова – лучший воспитатель! Больше не малолетние. Первый паспорт торжественно вручили юным люберчанам. О впечатлениях подростков в нашем сюжете. Поступить в ВУЗ, выйти замуж и устроиться на работу. Для всего этого нужен паспорт. Своё первое удостоверение личности получила и люберчанка Дарья Гудкова. В её планах – самостоятельно путешествовать по миру. Сегодня она оказалась на шаг ближе к мечте. Я очень рада этому. Я ждала с нетерпением о 14-ти лете. Я ждала, когда у меня появится паспорт. Я очень была этому рада. И с нетерпением ждала, когда мне его вручат. Однако расширился не только список прав. Ребята приняли на себя новые обязанности. Ответственность за некоторые проступки теперь будут нести не родители, а сами подростки. Обязанности появились. Не нарушать закон. Это потому, что тебе будет уже грозить уголовное дело. Будет обязанность не на твоих родителей, а именно на тебя. Чтобы оказаться на торжественном вручении, ребята заполнили анкету на сайте госуслуг. Такая возможность появилась при оформлении паспорта. К документам подарили яркие обложки. Поздравить юных люберчан пришли не только их семьи. Я вас ещё раз поздравляю с этим торжественным мероприятием. Сегодня вы становитесь полноправными, документированными гражданами России, имея паспорт. Церемония прошла в картинной галерее. Паспорта получили 10 юных жителей округа. Вопросы о Боге задали юные жители Подмосковья. Встреча с настоятелем состоялась в Люберцах. Какие темы интересуют современных детей в нашем сюжете? Зачем нужны пожертвования? Как сохранить мотивацию? И почему важен диалог с неверующими? Эти и другие темы обсудили священнослужители и юные прихожане. Так отметили День православной молодёжи. Суть церкви – это продолжающийся в Духе Святом реально живой действующий Христос в сердце каждого человека. Понимаете? Это продолжение Христа в нас. Вот что такое настоящая церковь. Послушать, что такое настоящее православие, приехала и Ярослава Столбова. В родной кжеле девушка активно участвует в церковных мероприятиях. Религия – важная часть жизни Ярославы и её подруг. Мне захотелось узнать, естественно, побольше, потому что любая информация – это очень полезно. Мне захотелось послушать ответы и вопросы, узнать что-то новое. В зале картинной галереи звучали и политические темы. О связи государства, церкви и экономики говорили большую часть семинара. Сложность дискуссии детей не испугала. Главное – спросить, пока есть возможность. Как я сейчас вижу, молодёжь активно задаёт вопросы, интересные вопросы, актуальные, живые вопросы. Мы потом ещё пользуемся. Молодёжь из разных городов между собой общается, видит своих старых знакомых по каким-то совместным проектам. По-моему, всё здорово. Живой диалог длился два часа, а те, кто не успел задать вопрос, смогут сделать это на следующей встрече. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Священная земля, на которую хочется вернуться. Жители Люберец и столицы отправились в паломническое путешествие в Дивеево. Участниками тура выходного дня стали и мои коллеги. В Новый год с новыми мыслями и впечатлениями. Своё новолетие Ольга Дрожжина встречает в путешествии по святым местам. Поклониться мощам преподобного Серафима Саровского и окунуться в источник знаменитого иеромонаха – лучший подарок в день рождения для православной. Заходить вообще не страшно, не холодно, просто идёшь с ощущением чистой дороги, верный путь. Когда-то на правом берегу речки Саровки жил и принимал паломников прозорливый старец Серафим. По легенде, в ближнюю пустыньку к нему приходили по две тысячи человек в день. Народное предание хранит много историй о чудесных исцелениях. До сих пор Дивная Дивеева остаётся одним из самых посещаемых духовных центров православного паломничества. Вода, дай добра во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вода для православных христиан – символ жизни и духовного очищения. Но в обитель приезжают не только ради святых купелей. Дивеева – это исторический и архитектурный памятник. Четыре места на земле Пресвятая Богородица взяла под своё особое покровительство. Одно из них – Серафима Дивеевский женский монастырь. В четвёртый удел Богоматери у каждого богомольца свой путь. Я просто, ну, можно сказать, поставил перед фактом супругу, конечно. Я пришёл с работы и сказал, нам надо срочно в Дивеево. Прямо завтра собираемся. А куда? Я говорю, в Дивеево. В Свято-Троицком Серафима Дивеевском монастыре находятся великие святыни. Святая канавка – излюбленное место паломничества. Святой Серафим говорил, что канавка до небес высока. Здесь ходила сама Царица Небесная. Было даже дивное исцеление молодого человека, который не знал ни одной молитвы. Он попал в автокатастрофу и попросился ночью пройти по канавке. И когда он уже дошёл до конца её, то он выбросил в сторону свои костыли и стал кричать «Аллилуйя!». Главная святыня Дивеевской обители – мощи святого Серафима Саровского. В Троицком, главном соборе монастыря, бережно хранят и вещи святого. Екатерина и Константин, впервые попав в Дивеево, сразу поняли – обязательно вернуться на священную землю не раз. О красоте намоленных благодатных мест рассказали друзьям. Желающих набрался целый автобус. Так появилась идея организовать тур выходного дня. Этого достаточно, чтобы вырваться с рабочей суеты, провести эти два замечательных дня и также комфортно в автобусе вернуться домой. Благочестивость, прикоснуться к очень многим местам. Ощущаешь силу, ту силу, которая есть в тебе и в этом храме, в соединении с Богом. В Луговещенский собор по отделке очень красиво, внутренне. Мазаика какая-то. Здесь везде роспись в этих соборах, а так мозаика. В программу «Туры выходного дня» входит экскурсия по Серафиму Дивеевскому монастырю, посещение святых источников. Для путешественников организуют мастер-классы по приготовлению полезных блюд в экопосуде с дегустацией и тренинг по укреплению иммунитета. Но главное в путешествии – это новые знакомства и общение в кругу единомышленников. У меня был день рождения, да, и группа спела мне песню, моя любимая Анна Герман, «Эхо». Как они угадали, что это моя любимая песня, у меня прям мурашки по коже пошли. Очень красиво ребята спели, очень душевно. Я это никогда не забуду. У меня такая благодать на душе, такая радость. Вот как солнце сияет сейчас на меня, вот у меня такое в душе сейчас творится. Ехали сидя в тесной компании, но вот какое-то тепло чувствовалось внутренне. Впечатляет сама атмосфера, сама энергетика этого места. Мне все понравилось, как организован этот тур. Само впечатление, как будто у меня открылось второе дыхание. Дивеевские святыни окружают заповедные леса. Кажется, вдали от суеты мегаполисов бег времени замедляется. Голоса становятся тихими, разговоры – неторопливыми. Самое время поразмышлять о своем пути в бесконечной вселенной. Продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Для удобства жителей в округе открываются дополнительные прививочные пункты. Один из них разместился на базе клуба «Активное долголетие». Там работали и мои коллеги. Теперь в клубе «Активное долголетие» можно не только интересно провести досуг, но и защитить свое здоровье. Каждый четверг с 10 до 12 часов здесь работает пункт вакцинации от COVID-19. Очередной прививочный день. При входе уже очередь. Я считаю, что нужно обязательно делать прививку. Те, кто не хотят, они себя не берегут и других тоже. Новость об открытии еще одного пункта вакцинации жительница Люберец Яна Слюсарева приняла с радостью. Клуб «Активное долголетие» в нескольких шагах от ее дома. Чуть позже пенсионерка придет сюда уже в качестве подопечного. Как сделаю прививку, все уляжется, тогда можно будет уже подключиться к «Активному долголетию». Перед уколом пациентку осмотрел врач-терапевт. Причин откладывать прививку не оказалось. Здесь памятка о побочных действиях и рекомендации, если вдруг они развились. Если эти побочные действия больше трех дней, в поликлинику к терапевту на прием. Проходите на вакцину. Первый шаг к «Активному долголетию» сделан. Прививка есть. Через три недели предстоит второй этап вакцинации. Очень хорошо. Даже вначале нервничаешь, думаю, сейчас от уколи. Ничего не почувствовала. Запись на прививку в клубе «Активное долголетие» не нужна. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пройти вакцинацию могут все желающие от 18 лет и старше. В Люберцах прошли всероссийские соревнования по боксу памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. Турнир проводится уже 31 раз. В этом году в нем участвуют 170 боксеров из 28 регионов страны. Уже несколько лет всероссийскому турниру по боксу в Люберцах присвоен класс А, когда победитель получает звание мастера спорта. Именно поэтому в соревнованиях хотят участвовать боксеры всей страны. Выходя на ринг, спортсмены заряжены только на победу. Иногда в ход идут не совсем боксерские приемы. На турнире Люберцы представляют пять спортсменов – воспитанники школы Олимпийского резерва и клуба «Спартак». По словам тренеров, соревнования хоть и проходят на домашнем ринге, за победу еще нужно побороться. В том году три человека боксировали, в равных боях уступили победы. Ну, как сказать, есть такая пословица – дома стены помогают. Не помогли, не помогли. По какой причине, не знаю. Огромный шанс на победу есть у Антона Шмакова. Уже в первом поединке Люберчанин проявил волю к победе, отправив соперника в нокдаун. Когда у человека случается нокдаун, он теряет один балл. Еще становится 10-8 минимум, если я веду раунд. Поэтому это очень сказалось, конечно. Еще четыре боя. Так что в финале смотрите, ждите. За происходящим на ринге внимательно наблюдал руководитель дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Ислам Халидов. Об этих соревнованиях он знал, когда еще сам профессионально занимался боксом. Я могу отнести данный турнир к одним из лучших, к примеру, по качеству проведения. На этом турнире у ребят есть возможность получить мастер спорта России. Это очень важно для спортсмена в наше время. В разные годы в Люберецком турнире участвовали будущие чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Организаторы не исключают, что из нынешних участников вырастут боксеры-профессионалы. Их имена станут известны после финальных боев. Они пройдут 20 февраля. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Равиоли в Италии, маульташен в Германии, цаудзы в Китае. В нашей стране это блюдо называют просто пельмени. 18 февраля их день. До сих пор не утихают споры, какая страна считается родиной мяса, завернутого в тесто. Григорий Ворванин отправился в гости к любителям не только есть пельмени, но и их готовить. Знакомьтесь, Татьяна и Александр Баранниковы. В их семье лепить пельмени – давняя традиция. Вспоминают, еще детьми собирались за большим столом и готовили это блюдо. Как правило, было это под Новый год, либо накануне большого события – юбилея или свадьбы. Я была маленькая. И родители на второй день, когда свадьба была не один день, была зима, и они настряпали огромный мешок пельменей. И вынесли и заморозили его. Свадьба прошла, вернее, первый день свадьбы прошел. На второй мама проснулась, поставила большой котел варить, пошла за пельменями, а мешка не оказалось. Вызвали милицию, собакой. Тесто всегда замешивает хозяйка. Количество муки зависит от ее клейковины. Остальное неизменное. Стакан воды, соль, щепотка сахара и немного подсолнечного масла, чтобы тесто потом не разварилось. За начинку, особенно мясную, отвечает глава семейства. Фарш – 50% говядина, 50% свинина, мелко нарезанный лук, соль и специи по вкусу. Сейчас добавим воды, перемешал там ту соль и тщательно-тщательно перемешаем. Тщательно-тщательно перемешаем. Вместо воды в фарш можно добавить молоко. Тогда начинка будет нежнее. Пельмени баранниковы лепят без применения кухонных девайсов. Форму предпочитают в виде маленького пирожка. Так тесто получается тонким. Александр Михайлович даже изучил историю появления пельменей. Уверен, распространение в нашей стране началось с Сибири. При этом не обошлось без влияния Поднебесной. Когда в Сибирь осваивали русские люди, они встретились, естественно, с китайцами. Попробовали, понравилось, стали стряпать пельмени. Сами китайцы говорят, что мы знаем 200 пельменей. Все, что ползает, летает и ходит, они все заворачивают, пельмени и кушают. В нашей стране видов пельменей тоже предостаточно. Тут, как говорится, на что фантазии хватит. Хочешь – рыбные, хочешь – овощные. Можно положить внутрь и морепродукты. Креветки, например. Семья баранниковых лепит пельмени с грибами. Можно положить и картофель, творог. А можно и смешать творог с редькой. Тогда получатся необычные пельмени. 200-граммовой пачки творога и одного корнеплода хватит примерно на 50 пельменей. А это те самые творожные пельмени с редькой. Варить их нужно гораздо меньше, чем мясные. Есть лучше со сметаной, так намного вкуснее. Попробуем. Очень вкусно. Правнуки Элина и Руслан уже принимают опыт лепки пельменей. Татьяна Ивановна признается, дополнительная помощь не помешает. Ведь пельменей, как известно, много не бывает. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова